Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно! Христос воскресе! Сегодня первый день Пасхи, 20 апреля 2014 года. Мы рассматриваем жития святых во свете Библии, чтобы у людей были открытые очи, открытым оком смотреть на все это. Это я беру из своих книг, открытым оком, 7-8 том, по житиям Дмитрия Ростовского. Вышел на меня католик и говорит, а я не согласен. И когда стали говорить, он как раз говорит то, о чем говорю и я, что монастыри должны служить для того, чтобы готовить миссионеров. У нас такие монастыри есть, но они делают правильно. Готовят миссионеров сотни и по разным странам. И результат какой они везде, ну католиков и православных, сравни по количеству. Когда разделение в 1054 году прошло, сколько было разница в процентном отношении? И сейчас католиков-то под миллиард. Ну какие они есть, это вопрос другой. И мы-то какие. Но главное, что они распространяют свое учение. А здесь никак. Монастырь спрятали. Вопрос в 2083. Разве великие мужи веры не видели, что произошло размежевание в народе намерян и монахов, и они перестали понимать друг друга? Ответ. Задача дьявола всегда в этом и заключалась, разделяя властвуй. Это же сделал палач земли русский Иван Грозный, разделил оприченную земщину, всю страну и заложил основы для будущих делений. Кто это видел, тех объявляли врагами и изничтожали. Писание было неведомо народу, из-за образец брали только монастыри. И увековещать себя можно было только постройкой нового монастыря. Брали за это, конечно же, многие, но до конца довершить было суждено избранным. Их проводили во святые, шлифовали биографию. Если ничего во всей жизни не находили, выдающегося, тогда благоухание, звоны колокольные в видениях ему были, или не были, но уже запах шел, и трезвон повсюду. Местная канонизация происходила по этому образцу. Кому-то исцеление, кому-то ответ на молитву. И это из поколения к поколению внукам шло. Монашество в самом прямом смысле увлекло людей от Христа и от Библии в пустыню безводную. И теперь без этих иссохших мощей ни шагу людям не ступить. И люди за тысячи вершек шли посмотреть на этих чемпионов пощения и бдения. Иоанн 7,37 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, Кто жаждет, иди ко мне и пей. Иеремия 2,13 Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 17,13 Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся. Отступающие от Тебя будут написаны на прахе. Потому что оставили Господа источник воды живой. Вот это написано на прахе. Никому так не относятся, как к монахам. К ним ни уважения, ничего нет. Это паразиты, тунеядцы, кровососы. А если бы шли в народ и с народом работали, свидетельствовали, обращали, да это золото. Выше этого ничего нет. Я за то, чтобы никаких обетов не давать. Просто пришел и сказал, я хочу работать. Один, не женатый. Тут понятно. Откровение 21,6 И сказал мне, совершилось. Я, если мальфа и омега, начало и конец, жаждущего дам даром от источника воды живой. И везде Бог даром, даром, даром. Милостивый, многомилостивый, всемилостивый. В житиях не раз находим, что имена подвижников написаны на прахе, буквально, даже не в переносном смысле. Зосима, пустыняк, 19 сентября. Я не для волшебства живу в пустыне, но, будучи сам христианин, я не могу жить в городе с неверующими, посему и пошел в пустыню. Желаю лучше быть со зверями, нежели с людьми злыми, врагами Господа моего Иисуса Христа. Имея образцом такой жизни житие других христиан, святых отцов, удалившихся от мира и живущих в пустыне, и я старался подражать им, насколько мог. Бог же, знающий служащих Ему и промышляющий о них, и меня благоустроив по своей благости, покорил мне на утешение моих диких зверей. И вот я живу с ними, радуясь о Господе, возложив на Него все мое упование. Вопрос, 2084. Могли бы вы сослаться на источники, считая которые, вы пришли к мысли, что монашество в том виде, как оно есть неевангельского происхождения. Ответ. Книг, из которых вы точно так же могли бы понимать мало, если, конечно, не считать враждебных всему христианству атеистических нападок. Но я-то глубоко верующий человек, православный. Мне, монашинство, не чуждо было бы, если бы оно готовило проповедников, без запрета им выходить из затвора. Только чтобы обед и безбрачие были на определенный срок, года на два-три, или совсем не надо. И никак не больше семи лет. Через семь лет наступает необратимый процесс разложения личности. Будь то в тюрьме или в монастыре, эти люди нежизненные, и оживлению не поддаются. Их или убивают, или запирают, как ненормальных. Потому обеты можно было бы возобновлять, как обеты назарейства, совершенно не посягая на то, чтобы они были пожизненными. Число 6.12. И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о назарее, когда исполнятся дни назарейства его, должно принести его ко входу с кинесобрания. Вот как пишет патриотичный человек по отношению инощества. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Название книг. Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках. А.И. Сидоров. Москва. Паломник. 542 страницы в книге. 6 тысяч экземпляров. Страница 185-я. И в хиты специфичная монашеская ересь. Утверждающая значимость для спасения только одной молитвы и отрицающая церковные таинства и иерархию. Страница 195-я. Это оттуда и цитаты взяты. Притягательная сила монашества повела к своего рода религиозной миграции, игравшей весьма существенную роль в жизни общества ранней Византии. В результате подобного стремления со всех концов империи в обители и пустыни Востока в этих последних образовалась настоящая смесь племен, языков и наречий. Страница 230-я. По характеристике Корсавина Л.П. естественно, страдающей пристрастием объяснима его внутренней антипатии к монашеству. И сам Гильвидий выступал против притязаний монахов на особое положение в церкви. Около того же времени суровый аскет Иоавиниан вместе со своими приверженцами начал борьбу с излишенцами аскезы. И девы, вдовы, замужних ожидают на небесах одинаковая награда. Иоавиниан после довольно долгой жизни в монастыре вдруг возненавидел свой образ жизнью. Бросил монашество и елся в Рим около 390-го года и стал проповедовать свои ложные убеждения. Страница 250-я Отшельница, прожившая 60 лет над Нилом, ни разу не взглянула на его воды, не полюбовалась великолепием его разливов. Боязнь согрешить словом побуждает избегать разговоров даже о священном писании. Даже закат в воду в воду нельзя смотреть. Какое же это учение? Страница 399-я В самом начале 4-го столетия во время гонения Диоклетианова Антоний Великий дозволял около себя селиться желающим, подражать его образу жизни. Едва прошло 60 или 70 лет после сего, как все пустыни египетские наполнились жилищами иноков. Через 4 столетия. Сколько было народу в городах, пишет очевидный свидетель того времени, столько почти было иноков в пустынях. Область, прилежащая к Мемпису и Вавилону, вся оказалась заселена иноками. По берегам Нила везде видны были жилища иноков. У одного серапиона считалось подначальством 10 тысяч иноков. Город Аксилинг и внутри кругом был наполнен иноками. Публичные здания, языческие храмы превратились в жилища иноков. И в городе более было монастырей, чем частных домов. Так что епископ города считал у себя 20 тысяч монахинь и 10 тысяч монахов. Страница 407. Паладис сказал, что в Нитрийской горе живет до 5 тысяч иноков. Страница 4010. Исаак Пресвитер говорил, не приводите сюда детей. От них запустили четыре церкви в скиту. Но иные старцы смотрели не так. Однажды братья Ава Пимена сказали ему, пойдем отсюда, вот дети своим плащем не дают нам безмолвствовать. Ава Пимен отвечал им, из-за гласов ангельских вы хотите уйти отсюда. Страница 4010. Одежда иноков первоначально была обыкновенная одежда того времени, но вскоре принята была особая, однообразная, отличная от одежды мирян. Сохранилось предание, что первый ввел одежду, которую стали употреблять иноки, потермуфьей. Он, пришедшего к нему юношу, одел в левитон. На голову надел куколь, на плечи милоть и припоясал лентием. Куколь, то есть маленькая шапочка, покрывавшая голову только до шеи. Такие шапочки носили только младенцы, и для монахов они должны были служить символом детского незлобия и чистоты. Куколь монахи не должны снимать ни днем, ни ночью. В тавенских обителях на куколях нашивался пурпурный крест, но и то осуждали старцы, когда кто-либо обращал во себя внимание странностью одеяния. Один брат одевался у себя в келье в рогожу. «Не принесет она тебе пользы», говорил Омон. О четках еще нет и помину. Страница 415. «В церкви стояли всегда без обуви, хотя в полном иноческом одеянии». 416. «Ополос, как делать с тщеслави, осудил ношение некоторыми иноками верик и отращивание длинных волос. Иноки египетские по общему обычаю Востока носили волосы короткие. Иларион Великий каждый год в день Пасхи отрезал «У себя волосы». По свидетельству Иеронима не только в Египте, но и в Сирии, девы и вдовы, посвящающие себя Богу, обрезывали себе волосы. Это делали им настоятельницы монастыря. Остригали волосы для чистоты, потому что не употребляют никакого масла для головы. Тавенские монахини также отстригали волосы. Бороду монахи носили». Страница 434. «После вечера любви скорее удалялись в келью, чтобы ветер не задул свечу веры». Страница 440. «Так валентов, впавшего в самообольщение, не хотевшего принимать святые тайны, связали цепями и в продолжении года разнообразным унижением и суровой жизнью уврачевали». Иерона, впавшего в подобное состояние, хотя некоторое время содержали в цепях, но не видя раскаяния, отпустили, и он ушел в мир. В Нитрийской горе употреблялись и легкие телесные наказания. Так у церкви были три пальмы, на каждой из которых висело поплете. А одной наказывали монахов, другой воров, если они попадались, третьей странников, если они в чем-либо провинились. Ну, допустим, странники-то приходили к родным, близким на свиданку. Виновных заставляли обнять пальму и, отсчитав по спине определенное число ударов, отпускали. Если сами виновные просили себе наказания, то им назначали его для исправления их. Так, когда двоинока, виновные в нарушении целомудрия, просили себе наказания, их на год заключили безвыходно пробыть в келье, давая им по малой мере хлеба и воды в день. Страдиста 485. Златоустый смотрел на жизнь монашескую не как на жизнь, доступную только для некоторых избранных. Кто исполняет заповеди Евангелия, живя в горах, тот нисколько не ниже иноков. Вот и все. Миряне благочестно живущие выше самых великих подвижников инощества. Не надо никуда уходить. Миряне, вот если ты мирянин, благочестно живущие выше самых великих подвижников инощества. Повторяю. Миряне благочестно живущие выше самых великих подвижников инощества. Страница 507. Со времени появления монашества монахи являются первыми деятелями на поприще проповеди Евангелия. То царство правды, то царство Божие, ассошествие на землю которого благовестовала Евангелие, казалось, осуществилось в этих обществах. Златоустый указывает на жизнь монахов именно как на образец, которому должно подражать. Тогда, как в миру, говорил он, нечестивые учения, нечистая жизнь потопляют души. Монахи одни сидят в пристани спокойно и в великой безопасности, смотря как бы с неба на кораблекрушения, постигающие других. Вот видишь, какие боевики смотрят и не вылазят. Они их жизнь избрали достойную ангелов и живут не хуже ангелов. У них удален всякий повод к несогласию и вражде. А только впереди считали, какая вражда и что они делают. Страница 517. Со времени распространения иночества и призвания иноков к занятию высших мест в церковной иерархии совпадает упадок школ Восточной империи. Потому естественный вопрос, не было ли монашество причиной упадка образования Восточной империи. А то монашество, через него образование, причина прямо показывается. Когда греко-римский мир из языческого стал преобразовываться в христианский, стремление к монашеству должно было ослабеть. И этим объясняем уменьшение числа монахов в VI веке. С утверждением христианских обычаев в обществе не было уже тех сильных побуждений людям, желающим проводить христианскую жизнь, оставлять общество. Теперь монашество становится уделом только тех, которые искали высшего духовного совершенства. Страница 524. Следующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного действия на народонаселение. Египет скоро отпал от православия, и потом под владычеством аравьетян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. Но и так понятно. Выловили всех. Мир остался без христиан. На месте древних знаменитых обители теперь едва можно встретить только развалины, где обитает несколько иноков-коптов. Древний иноческий устав. Москва. 1892 год. 1937. Иночество не новость какая-то недавняя и произвольная, а такое же древнее, как само христианство, и требуется самым духом христианства. А основатели у Антония жили в IV веке. Так запросто отмахнули три столетия, как будто это три часа после полудня. Ну до этого-то как жили-то? Ухватились за IV век. Так что никто так не расскажет о том, что есть монашество, как они. Сами. В лице своих основателей и охранителей. Но они где-то в глубине души очень крепко сомневались, что это их неевангельское учреждение простоит долго. Так и получилось, что все это развалилось и развалилось навсегда. Человечество далеко ушло уже от этой колыбели несвободы. Оно войдет только в реформированные уставы иноческие, которые будут взяты на вооружение уже самим Антихристом. Это непременно. Тот мозги отшибет точно так же. И будет только абсолютно безмозглое, безумное послушание любому самодурству и тирании настоятеля. Пахомий просил Бога показать, что ждет в монастыри после его кончины. И в видении однажды ему явилось прямо на молитве. Это. Страница 47. Видел он великое множество иноков, совершавших путь во рву крайне глубоком и стремнистом. Одни из них желали выбраться оттуда, встречая преграды, стояли в нерешительности. Другие, блуждая туда и сюда, ударялись друг о друга лбами, лбами. Другие, потому что место то было покрыто густою тьмою. Почему? То есть каждый что-то знает. Ереси начали рождать. Третьи, выбившись из сил, падали в изнеможение. Четвертые, не зная как быть, испускали лишь плачевные вопли. И разве едва некоторые, после страшных усилий, успевали выбросить на свет Божий из этой мрачной бездны, выражая великую свою о том радость, живыми чувствами благодарения Богу. Это цитата оттуда взятая. И стоило лезть им в монашество, чтобы лбами биться теперь, бродить, стремнины, падать и там погибать. Вот это видение соответствует действительности на сто процентов. Получил и толкование этого молитвенного видения. Но не было сказано ли ему, что в этот глубокий ров столкнул монахов он сам, и друзья его тоже великие святые. Так стоило ли в этот ров спускаться, заманивать туда целое столетие, чтобы лбами друг друга таранить, и жалостливо ныть, хочу жениться, а не разжигаться. Вопрос 2085. Святые много говорили о смирении, испытывали себя на разных послушаниях. Разве этому нельзя научиться в миру? Ответ. Что сказано в Библии о смирении, как раз и говорится для живущих в миру, а не для отшельников. Для монахов в Библии нет ничего. Эта книга не про них. Институт, то есть само понятие о монашестве и иношестве в Библии, намертво отсутствует. Это все выдумка человеческая о монастырях, и она приросла, как шапочка манкуртов, с сознанием плотских людей, не держащих Библию в руках. Сафония 2.3. В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренно мудрее, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Тоже неопределенно. 1 Петра 5.5. Также и младшие повинуйтесь пастырем. Все же подчиняя друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Риммам 12.16. Будьте единомысливыми между собой, невысокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Колоссинам 3.12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение. Арсений Великий, 8 мая. Смирение есть основание всех добродетелей, подобно тому, как азбука есть основание всякой науки. Тот, кто изучил бы всю мирскую мудрость, но не имел бы истинного смиренно мудрее, тот не может спастись. Вопрос 2086. Когда считаешь Новый Завет, то там люди выглядят такими живыми, на экран просятся. Но когда считаешь житие святых, то большинство из них, как персонажи театра теней. А чего такая разница? Ответ. Только от того, что в церковь вход оказался чисто механическим, через детское крещение. Невозрожденные люди сами придумали себе монастыри, подвиги монашеские. Ничего сегодня не убедишь ничем, что Христос этого не устанавливал. Криком кричать будут, но из монастыря только бы не уйти. И там некоторые устраиваются неплохо, но многие в тяготе проводят жизнь в ожидании смерти. Да и как же не любить монашество епископам, если оно любой бездарности, решившийся на официальное изречение иноческих обетов безбрачия, дает возможность быть реальным кандидатом в епископы. Часто быть церковными князьями и оформить специальных прелюбодеев с мирскими властями. Бытовой голубой гомосексуалист. Монашество – реальная стартовая площадка для карьеристов в епископы. На худой монашеский конец хотя бы в игумены, в архимандриты. Даже простой эрмонах. И то, как бабульки млеют, то любя этого божьего человека, в такой необычной, с покрывалом шапки. А не станет он епископом, ему и вовек не видать бы этой кормушки. А тут резко отсеялись талантливые, но семейные. И он уже на плаву. Конкурс десятки раз уменьшился. И теперь он будет бедиться насмерть за монашество, чтобы отстоять свое крыло черноты. Черное священство, черное монашество. Они же сами сделали это разделение на белое духовенство и на самое черное. Без этого монашества он же никто, просто как человек, даже быть может, не состоялся. А так как он жезлом и зекирием, может стать, если совсем уж не верующий, преосвященным каином. Деяние 20.29.30 Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас в самих восстанк люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. От епископса многие ли убегают сегодня? Уже разоблаченного гомо-епископа через несколько лет вновь ставят в этой корпорации евнуха, в кавычках, на новое место. Но уже архиепископом. Федор Ростовский, 28 ноября. Оставив вскоре Ходьковский монастырь, он ушел в Москву. Поселился в монастыре Святого Богоявления, в особой келье. И проводил строгий, суровый образ жизни, в посте и молитве. Воздерживаясь от вина и пива, и одеваясь в ветхие одежды. И Фросин Псковский, 15 мая. Кто был по плоти его родителей, неизвестно. И известно только одно то, что он родился духовным рождением. И отцом он имел Бога, который и родил его водой и духом. А матерью была православная отечественная церковь. Почему он воспитан был в правой вере и наставлении. По достижении возраста родители отдали его на учение божественным книгам. И он вскоре настолько ясно уразумел божественное писание, что мог не только словесно изъяснить его, но и составлять собственное. Сочинение поучительное. При этом он изучал философские науки. Так что даже старики удивлялись его мудрости и с похвалой отзывались о нем. Никогда он не обнаруживал склонности ни к играм, ни зрелищам. Но больше всего любил чтение божественных писаний и церковное песнопение. Причем с юных лет стал предаваться строгому воздержанию, отказавшись совсем от употребления в пищу сладкого. Тогда милостивый Бог, хотящий всем мирно спастись и в разум истины прийти, вложил в сердце ему балагую мысль о том, как бы ему устроить свое спасение и удалиться от мира. Эту мысль он немедленно же и исполнил. Отправившись в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Снежной горе, так называлась местность на берегу реки Великой, по расстоянии трех поприщ от города Пскова, он от игумена этого монастыря принял иноческое пострижение. Причем навсегда отказался от помыслов, влекущих к миру, и всецело отдался обетам иноческого звания. При пострижении ему дано было имя Ефросина, избрав для этого пустынную и безмолвную жизнь, подвязаться только для Бога. О таком своем намерении он сообщил духовному отцу своему, и последний, видя, что он просветает в добродетелях, благословел его и сказал ему, иди с миром, сын мой. Господь да будет с тобой, да уразумит он тебя и доставит на ту благую деятельность, который призвал тебя. Ренах Ростовский. 13 января. Будущее, если еще только шести лет, он однажды сказал матери своей, как вырасту, так постригусь и стану монахом, буду носить на себе железо и трудиться ради Бога, и буду учителем всем людям. Удивилась мать таким речам своего малолетнего сына, но вместе и радовалась. Эти пророчественные слова шестилетнего ребенка впоследствии сбылись в точности. Юлиан, Василиса, 8 января. Спустя немного времени после бракосочетания Юлиана и Василиса родители их скончались, оставив им богатое наследство. Они же, получив свободу для своей духовной жизни, задумали послужить спасению и других людей, а не только заботиться о собственном спасении. Для сего они построили два монастыря, мужской и женский, и, разошедшись, постриглись, он в мужском, а она в женском монастыре, собрав там около себя лико иноществующих. А они приняли начальство над ними. В обители святого Юлиана жило до десяти тысяч братьев, усердно служивших Богу, ибо Господь дал ему такую благодать, что к нему со всех сторон стекались, хотевшие спасти свои души, оставляя свои дома, жен, родители, родственников, имения и все утехи мира, а они вручали свои ему души, чтобы он привел их в Царство Небесное. Также и святая Василиса собрала в своем монастыре и сделала невестами Христовыми до тысячи чистых дев, и кроме того множество жен. И в обоих монастырях, как бы в двух садах райских, просветала ангельская чистота и торжествовала девство над сладострастным бесом нечистоты. Дмитрий Прилудский, 11 февраля. С молодых лет он отдан был в книжные научения и на выход в течение божественных книг, в чтении. Многих сверстников он превосходил разумом и выделялся среди них своим смиренно мудрим, который всегда скрывал сердце своем. Блаженный любил часто размышлять о будущем веке, о Суде Божьем, о воздаянии каждому по делам его, о Царстве Небесном, о радости праведной и муки, и райском блаженстве, изучив священное писание Ветхого и Нового Завета, святой познал, что жизнь всем в свете скоро приходящая. И потому он вскоре оставился и суетный мир, и с умиленной душою, пришедший в страх Божий, в том же Переиславле, принял иночество в Нагорном Борисоглебском монастыре. Гурий, митрополит, 4 октября. Не оставлял он ручного труда, и обычным занятием было шитье клобуков, которые он раздавал братьям свои, прося их молиться о нем Богу. Когда же святой достиг глубокой старости, то оставил свою паству, и снова переселился в основанный монастырь, что в городе Казани. Здесь он принял на себя великую схему. Аллилуйя!